Дерево дает тысячи, а за все годы десятки, а может сотни тысяч. А может миллионов кто их там считал, смотря какой вид. И они засевают всю территорию. И всходят при любой возможности, дайте им только это самое, чтобы оно могло напитаться там последним снегом, допустим, напитаться и набухнуть. Или вашим поливом и такое может быть. И тогда у них шансы возрастают. Но где не повезло, природа его убирает. Оно начинает гнить, портиться. Кстати, грибы его не грызут, еще раз скажу. Грибы живую ткань не едят. Одна из самых, я просто увидел эти грибы и вспомнил. Одна из самых, еще раз повторю, страшнейших принципиальных ошибок. Борьба с грибами, это, которая является симбиотиками, которая является не частью дерева, а единым сотрудником. Вот единое целое, да? Вот, дерево. Вот это страшная ошибка, что, если мы будем бороться с грибами, вспомните, ножи, скребки. Ой, ужас какой-то. Вот. Это как раз и приводит к гибели дерева. Дерево не повезло. Оно попало в такие условия, где у него начинает гнить основание штампа. То есть мы боремся. А вы, кстати, посмотрите на этих самых. Как садили, так и садят в эти ямки. В 19-м году, 21-го века, ничего не изменилось. Им вот это не указ. Только когда появляется мертвичина, только тогда... Почему под мышками у нас грибы? Ну-ка, я уж извините, я не могу иначе. Почему у нас там промежности грибы? Почему у нас это самое, пупке грибы? Там, где не хватило кислорода. Там, где повышенная влажность. Я не ошибся. Под мышками, пупке, да? Там происходит отмирание тканей. И только поэтому грибы, запах и всё прочее. Вот и всё. И здесь попало такое место. Не повезло дереву. Оно погибнет. В несколько лет, что эти самые... И вот эти вот самые грибы, которые мы так любим. Опята. Они не дойдят его. Они уже... Мертвичина. Это их теперь, это царство. Потому что дерево ошиблось. А самое страшное, когда ошибаемся мы. Вот так. А вот этот вот самый... Ещё раз. Я когда увидел, умирился, думал, господи, подхожу. Вот. Да что ж такое? Плоды есть нельзя. Зачем тогда садили в культурный сад? Потом оказалось, что он просто задичал. А думаю, холмы. В 80-е... 90-е годы, оказывается, знали то, что я толдычу сейчас. Посадка на холмы. Чтобы они не гнили. Вот. А потом уже, когда я разобрался с этим садом, господи, ну и дурак же я. Какие, к чёрту, холмы? Это просто спашка была. Грубая спашка. А потом оркестр, потом эти самые... Целая школа школьников. Расчертили, дали им лопаты. Садите. И садили. Смотрите. Это везде, где ямки, они погибли. А где повезло... Вот они, видите? Вот те живы, смотрите. Вот мёртвые. Вот мёртвые, видите? Посадка в ямку. Ямки, кстати, были небольшие. Знаете, как-то ленились садить. А ямки копали глубокие, но шириной... Вот пальцы возьмите, соедините пальцы большие и эти, указательные. Вот, ну то есть, копали не в шире яму, а в глубь. То есть, особо не старались. И туда вставляли саженец и это. То есть, ну, делали без души. И вот они сгнили, это примерно 40%. А 60% выжили. Почему? Сухо, степь и... Непоневольные холмы, видите? То есть, не холмы, а гряда, гряда, гряда. Вот. Это вот так получилось. Ну, естественно, это... Посадили как полукультурное, получили плоди размером с ногти. Это нормально. Да вы же, наверное, сами догадались. Кстати, вот ещё одна. Вот. И я это говорю к тому, что в природе никто так не делает. В природе метод отбора. Я вам ещё раз показал. Каждая высеваемая вами семечка содержит огромный объём вселенской информации. Это правда. Но я сейчас тоже пропущу, не буду это комментировать. Перед посадкой взять в рот, в общем, 9 минут держать, конечно. Очень эффективный способ. Но неоднозначно, скажем так. Пока всё. Я просто хочу сказать, чтобы вы, уважаемый Александр Валерьевич, меня поняли, я должен был бы прокомментировать. Но прокомментировать, наверное, в другой раз. Вот. Просто подержал во рту, лишним не будет. Пока вот это скажу. Лишним не будет. Вот. Мало того, я ещё скажу, что да, есть люди, но такие один на тысячу, один на миллион, которые действительно вот это получится. Надо ли пробовать всем? Надо. Почему? Потому что только после этого вы и узнаете. Вы тот самый один из тысячи или нет. Сказать. Вот эти две фотографии или три там, они знаковые, ключевые. Видите? Здесь была глубокая посадка. И дерево ещё с листьями, но оно уже мертво фактически. Так, потому что основание штамба под этим или вот это, оно фактически мертво. И там ещё, по-моему, ещё какое-то было. А, покажу. Смысл. Поняли, да? Вот. Можно всё это сделать. Может быть, вы один из тысячи, может быть, вы один из миллионов. И вот таким путём. Подержали 9 минут во рту. Вот. Плюнули в лунку. Всё это пускай. Но если... Это не моя стезя. Моя стезя вот этому не научить, а отучить. Потому что вы плюете в лунку сколько хотите. Но если вы потом семечко посадите, как учат в 19-м году, да, Антон Валерьевич? Что вам ответила эта ведущая «Барикосовод России» из Москвы? Садили, да? Общительно те же. Помните? Это самое. Вы от имени 20 тысяч своих подписчиков обратились к ней. Кто прав? Железов, которые, говорит, нельзя закапывать. В идеале нельзя. В идеале. Вот. А идеал такой. Естественно, отбор, что надо, а то взойдёт. Вот. Или уже прикопка символическая, раз уж мы не можем так, ну, раскидываться таким богатым материалом. Раз уж не можем. Вот. Или как это? Нет. Человек уже один раз ошибся в жизни. Вот. Уже научил тысячу людей, но он теперь не может отказаться от этого. И он уже вам что ответил? Нет. Железов не прав. Садите на 5-6 сантиметров. Вот. И моя задача, плевать лунку, не плевать, это без меня решите. Боссами ногами помять всё это. По крайней мере, лишним не будет. Но я вас должен отучить, потому что вы всё сделаете, а потом погубите. Или так, или так, или вот смотрите. Это сад Крутовского. В 19 веке был заложен. И до сих пор вот это вот. Это надо было мне приехать. Приехать. И сказать, вы что делаете-то? А время было уже мокрый снег. И когда мы раскопали, у него оказалась гнилая корневая шейка. И естественно, никаких грозных абрикосов нет и быть не может. Вот что делают. Видели? Вот так вот. И тут уже плюй в лунку, не плюй. Вы поняли, к чему я говорю? Вот так я среагировал, это самое, уважаемый Киселёв, на вашу, это... Ну, на выдержку вашу. То есть вы хотели моряк, чтобы её получили. Я силён вот в этом. Вот это мне надо было приехать в Крутовский сад, в Академический сад, это под Красноярском. Вот. Для того, чтобы сказать, вы все ребята. И так далее. А вот это тоже. Видите? Надо его рядом их поместить. Вот это вот калека. Учёная калека. А вот это вот. Вот. Ставьте себе, что я из неё бы это самое, сделал бы. Вот так вот. Если пересаживать, вот тут отрезал. Вот так вот. Это всё сохранил. Пусть уходит под снег. Но я вам это показывал. Просто хочу сказать, что в игре это замечательно, здорово. Но не знать основы агротехника, я не знаю до данный момент. Я такие симки называю ключевыми. У меня их сотни. Ну вот я привил черешню. Вот она пошла. Вот она замёрзла по уровню снега. Но она же не погибла. А теперь представим себе, что штамп-то отсюда бы начался. Не отсюда. Вот. А вот это всё уничтожается. Кустовидная форма – это реакция деревьев на ветреные места. На мороз и на ветер. Чё там не понять-то? Ну и, наконец, ещё. Вот он лес. Вот он холм. Холм, понимаете? Не в ямка. Холм. И почему обязательно дерево, которое посажено в саду, должно быть в яме, чтобы сгнило? И тогда оно называется культурным. А то его, разве можно сравнить с лесом. Вот она, дурь эта. Видели? Вот. Ещё одна дурь. Убрать вот это всё листво. Оставить вот это. Вот.